Привет! Всем привет! Так, присоединяйтесь. Сейчас сделаю так, чтобы не выпал телефон. Так, привет, привет! Смотрите, какая у нас погода летняя, хорошая. Очень классное лето, кстати, в этом году. Привет из Одессы, привет, привет! Редко выхожу, и сейчас тоже надо уже скоро ехать, но, думаю, я обещала. Не люблю обманывать людей. Привет, девчонки! Во-первых, первонаперво хочу сказать спасибо всем, всем за то, что вы у меня есть, за то, что вы так поддерживаете. Это очень важно и очень ценно. Я оценю каждую девочку, которая написала. Я помню, когда зимой, мне очень многие женщины, даже взрослые написали, боишься ездить на машине. Честно сказать, сажусь за руль и сразу вспоминаю все то, что меня, все, чему меня учил инструктор мой. И в некоторых моментах бывает страшновато. Я даже иногда кричу «А-а-а-а!», но еду, потому что нельзя же остановиться, чтобы кто-то в тебя воткнулся или срезать путь кому-то. «Давайте договоримся, вы не будете просить меня перекраситься в черный. Не хочу я больше быть черной. Я всю жизнь ходила в темном цвете с длинными волосами. Сейчас я попробовала, что такое меняться. Мне понравилось. И я хочу это. Я не хочу быть опять прежней. Поругались с подругой из-за того, что не смогла посмотреть за ее детьми. Теперь ее враг. Ну, значит, подруга хотела вас использовать в роли няньки. У вас тоже могут быть свои дела, какие-то свои задачи, своя жизнь, в конце концов. И не ее няня, это просто манипуляция. Значит, мне нужна такая подруга. У меня тоже подруги не сидят с моими детьми. И даже если бы предложили, мне было бы как-то неудобно. И если бы даже попросила я кого-то, но не посидели, человек в своей жизни. Никто не обязан это делать. Вы не ее прислуга. Поэтому плюньте и разотрите. Поговорим давайте сначала обо мне. Господи, сейчас перегреется телефон. Поэтому быстро буду говорить. Может быть, отключится эфир. Слушайте обо мне, о девушках. Я обещала провести эфир, в котором поддержу девушек, находящихся в подобной ситуации. Ушел в муж, еще что-то. Самое главное – это любовь к себе. И оттуда же энергия. Правда. В какой-то момент я осознала, что я живу одну, свою единственную жизнь. И никто не вернет мне прожитый день. Никто. На черновик жить не получится. Чистовека не будет. Вот он. Что с голосом? У меня намного лучше все с голосом уже. Ты очень хорошая и сильная. Спасибо большое. Вот. Не получится так. Это не виски. Это чай. Седину отрастить модно? Ну, в Европе модно. У нас не поймут. У нас вон и рыжий цвет. Такой, как я делаю. И яркий цвет не понимают. А, про картины, кстати. Мне многие написали, что раздает картины. Ну, я вообще-то их выкинула уже давным-давно. То, что он там хранил, наверное, друг попросил, что моя дача – это не хранение картин. Может, там ремонт делают, жить собираются. Или продавать. И поэтому, ну, дарить чужим людям там у него изображение. Зачем? То, что продает машину, этого следовало ожидать. Работать не хочет. Такую машину нужно содержать. Вот. И использовать ее нужно по назначению. Вот. Я думаю, что очень многое потом Тигран продаст. Не только машину. Поэтому борюсь за квартиру. Потому что продавать он умеет. Где дети сейчас? Ролан с Эльдаром в комнате. Я попросила не заходить и не мешать маме проводить прямые эфиры. Вот. Багратик в садике. Отвела его в садик, потому что мне сейчас ехать. Сейчас я поеду в Зеленоград-Закатий и отвезу ее на вокзал. Предложила ей. Да, давно не было стихов. Потому что я сейчас нахожусь в состоянии мобилизации. Стихи, они идут. Ну, я так поняла. Либо в состоянии какого-то страдания. У меня страдания много в стихах. Либо какой-то эйфории. Да? А когда у тебя мобилизация, и ты собираешь все свои силы, чтобы выгребать, мне кажется, тут как бы не очень до творчества. почему-то они не идут. Да у меня нету времени лишний раз сесть. Вот так вот. Спасибо большое за хороший комментарий. Отлично выглядишь. Вы сестра милашки. Спасибо большое. Свекровь до сих пор достает? Нет. Я уже говорила в одном из ответов, и сейчас тоже готова повторить с удовольствием. Благодаря вам всем, благодаря публичности, благодаря моим страничкам в соцсетях, в которых я это все быстренько, сразу же не отходя от кассы, освещаю. Эти люди, они держатся на стороне, они опасаются меня. Если бы не было огласки, то творилось бы страшное, конечно же. Вот. Ну и то я бы нашла рычаги воздействия, наверное. Шикарная кухня. Спасибо большое. Я с любовью ее ремонтировала. Моя теперь уже. Да, она и была моя просто. Документы уладили, да и все. Вот. У меня есть дома кондиционер, но я очень люблю тепло, очень люблю жару. Я открываю окна, я ни разу не включила кондиционер. В какой момент ты поняла, что разлюбила Тиграна? В какой момент я поняла? Знаете, я вот скажу как на духу, что когда он тогда в декабре ушел и оставил меня с тремя детьми, это был такой сильный удар, и даже до сих пор помню этот момент, когда он мне сказал, я ухожу. А я ведь стареть с ним собиралась. Я думала, что мы до старости доживем. Я каждый день повторяла ему как мантру, мы одна команда, мы всегда будем вместе, мы все пройдем. Свекровь не общается с внуками, они вообще не общаются с внуками, с квартирантами только общаются, общались. И тут человек такой мне говорит, и я вижу, что это не просто слова, что он действительно уходит, оставляет меня с тремя сыновьями, которых я не выгребаю. И для меня это был такой удар, я так сильно плакала в тот вечер. Я поняла, когда вот он ушел. Я рассказывала уже вам в эфирах, что у меня такое ощущение было, я даже Кате звонила, у меня была уже любовь в жизни. До Тиграна я любила одного парня очень сильно. И когда он меня обидел, там была тоже такая ситуация, неизмена. У меня вечно какие-то ситуации, неизмены, но другие ситуации. Вот надо работать над собой. И я помню тогда эти ощущения, когда вот был этот человек такой большой, он заслонял все небо. И он начинает вдруг очень быстро уменьшаться, уменьшаться. Вот такое ощущение внутри. Уменьшается, уменьшается. Маленький вот, он уже в карман помещается. И после этого уже я не хочу к нему. Не хочу к этому. Я уже могу жестко сказать, мы разводимся, у меня уже ничего не трепещет. Наверное, это выгорание. Вот. И я помню, когда я читала все это, смотрела, чувствовала вот эту обиду, боль. Мне горячо вот здесь было, очень горячо. Ну, так, наверное, у меня визуализируются ощущения, переходят в какие-то тактильные ощущения, мои эмоции, да. Вот. Да, все есть, пока есть женское терпение. И после этого я приняла решение такое. Я приняла решение, что если этот человек меня предал второй раз в жизни, то с ним надо прощаться, потому что он будет предавать меня всегда. И я решила с ним разводиться. Еще тогда, зимой, я решила подписать брачный контракт и действовать строго, холодно в своих интересах, интересах детей. Но дала себе такую оглядку, если вдруг я пойму, что все-таки я его люблю, если он начнет какие-то действия достойные осуществлять, он покажет какие-то поступки, да, то я вернусь к нему и заново выйду за него замуж. Так я думаю. Или хотя бы буду с ним общаться там, да, как многие делают после взвода. Но такого не случилось, я сама в шоке. Я думала, что так будет. Без фильтра смогу хоть раз. Приходите в микрорайон Богородский, я там всегда без фильтра. Щелково. Вот, смотрите на меня, наслаждайтесь. Без фильтра я еще красивее. Почему Тигран про вас ничего не говорит, а вы про него много? Ну, потому что вы же у меня спрашиваете, я не знаю, у него может быть спрашивают про другое, про дом-2, например. Вы у меня спрашиваете про него, спрашиваете у меня про детей, спрашиваете у меня про машину, спрашиваете еще про что-то. «Ой, да ничего ты не хотела, разлюбила, и так и скажи». А даже если, ну, я так себе объяснила эту ситуацию, даже если я разлюбила, ничего в этом такого нет. Браслетик серебряный, а я не надела серебряный браслетик. Это браслет, который я здесь ношу, из Израиля прислали. 72 имени Бога называется. Браслет на желание. Оберег. Как чувствую себя в роли водителя? Классно. Я наклеила себе на заднее стекло восклицательный знак, туфлю, детей, чтобы если вдруг что-то случится, или я не туда куда-то за рулю, чтобы все сзади находящиеся понимали, что как бы здесь делаем скидку. Машина, да, в кредит. Я взяла на нее кредит. Как у тебя на личном фронте? На личном фронте хорошо. Я решила не комментировать больше свою личную жизнь. Может быть, вам будет это неприятно. Но я не хочу комментировать то, что происходит в моей жизни личной. красный-розовый браслет, или если, да, женское счастье называется. Я взяла большую сумму, да, сколько лет выплачивать, много лет выплачивать, поэтому нужно больше работать, чтобы погашать досрочно. Так, кредит не на 5 лет, а поболее. Привет, Аннушка. Когда снова в Краснодар? Ты знаешь, ты меня пригласила, может, и зимой приедем. Вот пишут, как можно год лить грязь на Тиграна родителей, зарабатывать на этом? Дети вырастут и не простят тебя. Дети не простят там то, что их отец хочет отобрать у них квартиру. Дети не простят то, что их бабушка и дедушка просто отказались от них. Дети не простят, что их бабушка и дедушка поспособствовали разрушению семьи. Дети не простят то, что отец исчез из их жизни и для галочки появляется, для фоток в инсту. Поэтому тут еще неизвестно. И детям я рассказываю правду. Я не говорю, что там все были плохие, я беленькая. Я сказала, что я сама его выгнала. Я сказала, что сама выгнала, сама подала на развод. А когда они спрашивают, почему ты это сделала, я им аргументирую свою позицию. Я не собираюсь жить в роли половой тряпки, ради чего. Свою жизнь я должна прожить счастливо, так как я хочу, а не в угоду кому-то. Этому же учу своих детей. Учу их ценить, и своих жен, и своих будущих детей. Рассказываю им всю правду. Ау. Так, Ау, ответь, а я не вижу вопроса. Зачем такая информация детям? Потому что они спрашивают. Потому что в этом возрасте уже дети на самом деле очень многое понимают. Я помню себя в 8-10 лет. Я уже все понимала, я все видела. Мама продавала квартиру. В тот момент мы уезжали из Одессы. И я понимала, что происходит. Мы все видели, мы все хотели знать. А позже, несколькими годами позже, мы даже советовали маме с кем дружить, с кем нет. Я сейчас вспоминаю, у нее были какие-то подруги, взрослые женщины. И мы говорим, мама, не дружи с ней, она плохая. Не дружи, она мерзкая, она нас раздражает. Она переворачивается все внутри, когда она приходит. А мама нам говорила, ну, девочки, ну, вы такие нетерпимые к другим людям. Это ваше нетерпение. А потом в итоге эти женщины и предавали ее. И она говорит, правду вы говорили. Наверное, это детская интуиция. Поэтому считать детей дебилами или какими-то недоразвитыми не стоит. Потом такие вырастут. Умные это люди, взрослые уже, в конце концов. Только они еще в маленьком теле. Я отношусь к своим детям как к личностям, а не как стой там, иди сюда, заткнись, не мешай. Вот. И помню, мама тоже всегда с нами беседовала и никогда нас не затыкала. Всего-то надо было ценить такую невестку. Вообще в жизни надо все ценить. Свою молодость, свое здоровье, то, что тебя окружает, твое жилье, твои друзья, твоя работа, твои подруги. Твои любимые люди, твои дети. Все нужно ценить, но не всем это дано, понимаете? Надо же соображать немножко для этого. Я вижу изменения в своих детях после развода, и даже соседи мне говорят, что они видят очень сильные изменения. И поэтому я очень рада. Я вижу в Ролане большие изменения. У него пошел очень такой скачок в развитии, потому что его никто не шорит, не гнобит его, никто не задавливает, никто его не... не делает ему комплексы, не подавляет его. Да, мне может быть сложно иногда с ними справиться, иногда они там сядут, не едят. Я им говорю, а ну ешьте, башь! Они ржут надо мной. Такое тоже бывает. Вот. Но ржут и ржут. Главное, что они не подавлены. Вот. А я потом начинаю нервничать, ну и в итоге они успокаиваются. Тигран не любил Ролана? Я думаю, что Тигран настолько инфантилен, что он не может любить. Или нарциссизм, или инфантильность. Он хочет, чтобы ему давали любовь. Он не может любить это, отдавать. Это отдать свою любовь человеку. А если ты хочешь только брать, то это же не любовь. Я ответила, где дети, я сохраню обязательно эфир. Если бы финансово была не обеспечена, ушла бы. Вот если бы финансово была не обеспечена, то в какой-то момент, когда достигла бы эмоционального дна, начала бы стараться готовить почву. И не важно, сколько бы это заняло лет, потом бы всё равно ушла. подготовила бы почву и ушла. Вот. И в поддержку девушек, которые находятся в подобной ситуации, может колеблются. Мне очень много написали вопросов, кстати, в рубрику вопрос-ответ. Мужчина уходит, муж, я плачу, хочу вернуть. Он уже уходит. Он уже уходит. Он либо променял вас на кого-то, либо на что-то. Вы не ценны для него, если он так с вами поступает. И только от вас зависит, как себя воспринять в этот момент. Действительно, как, извините меня, говно, которое можно бросить и уйти, и ещё и плюнуть сверху. Или может быть ценный. Но жизнь-то ваша. У каждого из нас идёт киноплёнка. Вот у каждого своя дорожка. Но в вашей-то дорожке должен быть самый классный человек — это вы. Ну, я так считаю. Иначе какой смысл такой жизни? К школе готовы? Нет, ещё не покупали ничего у нас на соседней улице. Есть фабрика, где целая куча формы. Вот. Повезу, одену, куплю всю канцелярию. Читали ли летом? Не читали. Я сама не читала летом никогда. Мама нас не напрягала. У детей должен быть отдых. Очень сильно устают от школьной программы. Из них никто не будет делать суперпрофессоров. Захотят выучиться. Вот. Как Катя живёт? Вроде опять с Капелюшом общается. Ну, на самом деле, Никита-то парень неплохой. Вот. И с ним я общаюсь. Иногда даже рекомендую его блог. он психологом стал. Очень мысли хорошие озвучивает. Мне нравится. Вот. И я сейчас на стадии принятия понятия себя. У моего мужа такая же семья, как у Тиграна. вы всегда должны понимать, что жизнь ваша и вы будете выбирать, кем вам быть, жертвой или не жертвой. Может, арбузером хотите быть, абьюзером. Выбирайте, будьте. Вот. потому что, я смотрела такое видео, оно повлияло на меня, когда вот этот сантиметр берут, тридцатку отрезают и, мол, сколько осталось. Но ведь и правда. Время идет. Жизнь очень короткая для того, чтобы тратить ее на какую-то хероту. Типа, сделай уроки или еще что-то. Ну, уроки надо делать. Да, уроки надо делать, когда идет учебный процесс, но летом нужно давать детям отдохнуть. Я считаю, мое сугубо субъективное мнение, чтобы дети наполнились, чтобы они налентяничали, чтобы они наспались, набегались, накупались, насиделись без дела. И потом у них будет ресурс учиться. Вот. А жизнь свою нужно жить, получая удовольствие. Вот. Ни один день не нужно проживать без удовольствия. Вот. Ни один. Это я говорю не о том, что нужно под кайфом ходить, бухать и тратить все, но нужно находить это удовольствие в повседневных вещах. В солнышке. Вот посмотрите, какая шикарная погода. Лучик, он просто не дает мне вклиниться между лучами, потому что такое классное солнышко. Отличное лето, отличная погода. Потом будет золотая осень, зима. Новый год. Весна. Даже этому можно радоваться, помимо того, что есть общение приятное, есть друзья, близкие люди. Да и вообще я вот говорила в одном из ответов, что жизнь женщины, она не должна заключаться только на присутствии мужчины. Должно быть что-то еще другое. Любимое занятие, подруги должны быть. Раньше вот у меня их не было. А я думаю теперь, а почему? А почему? Они должны быть. Женская энергия, обмен этой женской энергии, общение, не должно заключаться все вокруг этого мужчины, который рядом с вами, потому что это и есть то понятие, что вы в нем растворились. У вас должен быть свой мир помимо него. И тогда будет вот это равновесие. вы не впадете в такую невротическую зависимость от него. Юля, не боишься зимы и вождения? Не боюсь, придется сесть за руль. Колеса у меня хорошие, я уже купила. Вот. Куда деваться? Юля, приятно слушать. Спасибо вам. Очень приятно. Обязательно сохраню эфир, лишь бы инстаграм инстаграм позволил. Что еще вам интересного рассказать? Вчера рассказывала тоже одной своей знакомой. Все же идет из детства. Все идет из детства. Я помню, мы с мамой жили в деревенском доме. У нее не было денег его отремонтировать. У нас никогда не было ремонта. Вот. это нам где-то лет 13 и до поступления. И мы жили в таком глиняном доме без условий. У нас была печка. Такая типа паровое отопление. Мама сделала неудачно, потому что она была без мужа, уже возрастная, ее обманули. сделали в общем неправильно. И мы эту печку топили. А из-за того, что дом не протапливался, он был без трещинок. И я всегда мечтала, что когда я чуть-чуть подрасту, я обязательно, обязательно, когда у нее будут деньги, я обязательно сделаю ей ремонт. Обязательно сделаю маме ремонт. И вот видите, сколько ремонтов я уже сделала. Наверное, я до сих пор делаю ей ремонт. Так вот, я сопоставила факты, что я покупаю квартиры и делаю ей ремонт, который я не сделала. Потому что маленькая была. Ты стала мудрой, правда, заряжаясь на позитиве. Как Тигран согласился на брачный договор? Сначала согласился. Может быть, сначала намерения у него были более благородные, потом обработали. Хотя, не знаю. Квартиры все по детям, кроме одной. Баграта квартиры. Вот он судится за квартиру Баграта. Прямо сердце про маму. Да, я тоже плачу всегда, когда вспоминаю этот случай. Вот видите, как важно чтобы родитель был доступным эмоционально. Это очень важно. Потом вот эта наполненность. Я всегда в себе чувствовала, что во мне много всего есть, я могу отдать. Берите. Ау, я вижу, что вы пишете. Юля красотка, ау, но я не могу увидеть ваш вопрос. так, про Катю вопрос. Катя пересмотрела свои взгляды, раньше жила одним днем, а сейчас стала думать о жилье. Ну, во-первых, у нее родился ребенок, во-вторых, она теперь без мужа рассчитывать не на кого. Ну, теперь начала думать, повзрослела. Мы, когда с ней поехали в Питер в январе, когда вот Игран ушел и потом забрал детей в Моздок, мы поехали в Питер, и мы друг другу очень много дали в эти выходные. Я, наконец-то, позволила на себя тратить, как это делает Катя, радовать себя, баловать себя, наполнять себя, ценить себя, делать для себя. У нее этому научилась. А она, наконец-то, поняла, что ей нужно купить квартиру, отложить деньги. Она вот у меня взяла что-то мое. В общем, это очень здорово. Девчонки, кто разошелся? Я считаю так. Значит, пришло время. Значит, этот человек выполнил свою миссию, чему-то вас научил. Вы же понимаете, что ваши бывшие мужья очень многому вас научили, даже если они плохо с вами поступали. Вот меня тоже многому эта ситуация научила. Это время. Оно мне дало бесценный опыт. Теперь пора идти дальше. Значит, я созрела и идти дальше. Я вот так воспринимаю эту ситуацию. Я благодарна. И я слышала у одного психолога, что успешные люди, которые быстро умеют принимать решения. Это правда. Учитесь принимать решения быстро, не колебаться. И быстро просчитала на весах минусы, плюсы. Раз, вдохнул, выдохнул, решил и придерживаешься своего решения. Тогда вы всегда будете сверху. Вот. есть ли у меня чаты садов и школ? Конечно, есть. Вы что думаете, что я счастливица, которая живет беззаботно? Конечно, я все это читаю. Людмила, добрый вечер. Вы мне очень нравитесь. Спасибо большое. Получает ли Тигран деньги из квартирантов? Нет. Я получаю деньги из квартирантов. и та квартира, за которой он судится, и отец его звонил, требовала оплату на свой счет. Сейчас я получаю оттуда прибыль, потому что она не принадлежит Тиграну в данный момент. Он, конечно, судится за нее, но она им не принадлежит. Вот так. Что вам еще интересного рассказать? Короче, девчонки, я вам скажу так, ничего не бойтесь и благодарите жизнь за то, что она вам дает. Много раз замечала, что иногда смотришь и думаешь, Господи, почему такая клоака случается именно со мной? А потом, когда я это все прохожу, оглядываясь, я понимаю, что, Боже мой, если бы не эта клоака, которая случилась со мной, то я бы не была сейчас такой счастливой. Это был переходный момент. Вы на ступеньку, когда ногу поднимаете, оно же тяжело, одну поставила, еще тело подтянуть, на ступеньку встать. Но вы когда встали, вы же встали выше. Так и здесь. Адвокат поедет на слушание 5 сентября по квартире. Я не поеду. Не хочу я тратить свои нервы. Тигра наспаривает сделку. Занимаешься ли ты спортом? Да, я занимаюсь. Каждый день занимаюсь дома. Хотя в зале есть абонемент, но дома я приседаю, качаю пресс. Вот. Давайте мы с вами завершим уже эфирчик. Я его сохраню, потому что мне нужно бежать. Не стрёмно ли на него смотреть? Девчонки, я хочу, чтобы вы поняли, что я не несу ответственность за чужие поступки. Мне уже не стрёмно. Если я развелась с человеком, значит, уже я его от себя отделила. И он вправе делать все, что он хочет. Лишь бы меня не обижал, не трогал, ничего не делал плохого мне и детям. Да? Вот. Если будет делать, то придется с этим бороться. Я не смотрю сейчас в дом 2. где такую футболку купить? В каком-то из магазинов в Пушкино парке я зашла и купила. Там, на этой машине, да, продают, потому что налог нормальный, потому что бензин уходит хорошо. Вот. Вы такая позитивная. Спасибо большое. Знаете, мне даже Ролан сказал, мы недавно ехали в машину. Он говорит, мам, почему ты такая позитивная? У тебя хоть раз будет плохое настроение, чтобы ты сидела надутая? Ты такая позитивная, ты всегда улыбаешься. Ну, я иногда, конечно, тоже и ругаюсь на них, и все, могу там и наорать. Ну, так я делаю, да? Ну, самое худшее, конечно, это игнор. Самое ужасное, самое жестокое, это не обращать внимание на ребенка. Это самое жестокое. А там поругать, повысить голос, если их много, а ты один. Я считаю, можно. Очень красиво выглядишь, спасибо большое. И вы просто огонь, женщина, так приятно, спасибо. Да, удачи на дорогах. У меня, кстати, еще ни одного штрафа за все время, что я езжу, потому что я включаю навигатор и слышу это сразу сбавляю скорость. Стараюсь по правилам ездить. Тигран, да, отправил алименты, вот девчонки переживают, слышали, что вчера не отправил, вечером отправил, молодец, будет жить. Вот, кто спрашивает, из-за чего расстались с Тиграном, вы можете пролистать все мои прямые эфиры и там все есть подробно. Я не хочу туда нырять, опять это все вспоминать, вот, в черный цвет я вернуться, не хочу возвращаться, потому что он был у меня целых 30 лет, я теперь буду пробовать другое, я может быть уйду потом в блонд, в теплый, поскольку у меня теплые тона, потом еще может что-нибудь придумаю, хочу водить, но боюсь, многие боятся. Да, я уже развелась, получила свидетельство о расторжении брака, вот хоть бы он не выиграл суд, пожалуйста, загадайте все вместе желание, молитесь, если можно вас об этом попросить. я думаю, что если он, если я, если мой адвокат победит, вот, то я выдохну уже, чтобы ребенок, ребенку осталось все-таки квартира, которую я заработала. Эфир в сочных лучах, ярких, сочных, ярких лучах солнца, да, побегу, мои дорогие, чтобы не подводить Катю, вас люблю, целую, буду, когда сына из садика забирать, у меня заберет его няня, да, у меня работает няня, я не оставляю детей всех старых своих, одних, когда иду куда-нибудь в театр, все хорошо, все правильно, я заботливая мама, в Москве тепло, всех целую. Субтитры создавал DimaTorzok